Я буду гореть 5 минут Под руководством Шигуру Вайшнов мы совершаем Гавардхана Парикраму И мы пришли в это место, которое называется Нара-да-кунда Понимаете? Это место Нара-да-кунда Однажды Нара-да-риша От Шивы выслышал Ашта-кали-лило Шивта-курта-дева-дева-махадев Он маха-йоги И вот однажды Нара-да-риша слушал объяснение Ашта-кали-лило-божественной четыре Рады Кришны И он вас желал войти в Ашта-кали-лило-божественной четыре Рады Кришны Жадность пришла в сердце Нара-да-риша Он обрел лобху, то есть сгущенную жажду войти в Ашта-кали-лило Чтобы войти в Матхурия-расу, нужно принять прибежище у пяти личностей, у Вринда-деви Поскольку благодаря ее служению, ее милости, все игры происходят во Вриндаване Итак, Вринда-деви, она царица Вриндавана И Нара-да-риша отправился к Вринде-деви Она сказала ему Если ты хочешь войти в Танец Расума, обрести Матхурия-лило Ты должен непременно обрести милость Гирираджа Махараджа По его милости ты сможешь войти в Матхурия-лило Махарадж ситирует Ниджа-никата-ниваса-дехи-го-вар-ханат-вам Учила Рагуна-да с Госвами, наши Госвами молятся О, Гирирадж-го-вар-хан, ты готовишь все свои пещеры, все свои кунжи На которых Кришна являет свои самые сладостные возвышенные игры Пожалуйста, будь милослив, чтобы мы могли присоединиться к этим играм Пролей свою беспричину в милость Итак, Нара-да-риша пришел в это место и принял прибежище у лотосных стоп Гирираджа Махараджа И стал совершать саддан и баджан Он стал практиковать саддану для того, чтобы обрести милости Мати Радики Итак, Махарадж, Ситханте Махарадж рассказал много историй про Нара-да-риша Итак, Рагуна-да с Госвами молится, Махарадж поет Все муни и риши стремятся совершать саддан и баджан Обрести твою милость Все риши и муни прилагают много усилий для того, чтобы обрести Кришна-бхакти Но Господь Рамой не приходит Но Нара-да-риша обладает таким могуществом, что он дал освобождение от дрови и прохлади Им было всего пять лет Пять лет они обрели самого Господа Ши Кришну Все лилы Целые Бхагаватам, целую Рамайну появились лишь только благодаря милости Нара-да-риша Так однажды Нара-да-риша отправился на Кайлаш Там Маха Шива сидел вместе с Парвати Он оказывает большое почтение Нара-да-рише И Нара-да-рише сказал Парвати О Мата Ты так дорога своему мужу Это означает, что та женщина, которая так дорога своему мужу На самом деле очень хорошая женщина И тогда Нара-да продолжил свой хитрый план Внешне он говорил очень дружелюбно И он стал задавать вопрос Ты понимаешь, почему эта гирлянда покоится на шее твоего супруга Шива-джи? Он будет ревновать тебя А ты будешь, когда он будет говорить с тобой Ты не говори с ним И только попроси сперва благословления Чтобы тот трижды подтвердил тебе Что он исполнит твое желание И так Парвати послушала Нараду И когда Шива стал говорить с Парвати Парвати не говорила с ним И она гневалась И Шива говорит В чем же причина твоего такого настроения? И тогда Парвати сказал Пообещай мне три раза, что ты ответишь мне на этот вопрос И Шива-джи пообещал ей трижды И она сказала В чем же причина, что ты носишь такую гирлянду На эту гирлянду на своей шее из черепков? Мне кажется, Шива-джи ответил Потому что я ношу эти черепки Сколько бы ты ни рождалась в этом мире Я всегда буду с тобой От этого Парвати еще больше гневалась Итак, Парвати все время слушает Нектарную Харикатху от Шива-джи А тот, кто слушает эту сладостную Харикатху На самом деле становится бессмертным И только чтобы разбить ремни, выгоняв Парвати Шива-джи стал рассказывать Нектарную Харикатху для Парвати И так однажды Нарадариша Совершал аскезы Такие сильные аскеды Что даже Индра напугался Если Нарадариша желает моего положения Индра начал беспокоиться и греться Надо разбить его аскезы, думал Индра Чтобы он не занял мое положение Царя райских планет И как только Нарадариша Открыл свои глаза Он увидел Абсару Которая спустилась с родских планет И принесла ему свои поклоны Но даже Нарадариша побеждается Но Нарадариша Не может победить Камадева Даже Шива не может победить Камадева Когда Господь явил облик Махини Шиваджи бежал за ним Жаждая Прести его В свое общение Вишвамитра Также привязался к Манике Нарада думал Нет, я победил Камадева Даже не может покрыть меня Я победил Майю Такая горденья Пришла в сердце Нарадариша Если вы гордитесь Это не принесет вам могущества И так Нарадариша Отправился к Шиве И сказал Я победил Майю Шиваджи сказал Больше никому не говори Таких изречений Даже Маха-йоги Шива Я Маха-йоги Но я никому не говорю об этом Когда Кришна явил Свой Махини облик Я вожелал его Тогда оттуда Нарада Отправился к Брамаджи И сказал Я победил Майю Брамаджи сказал Не говори об этом никому Ты донесешь взор Я отправился к Вишну Пришел к Вишну Нарада И сказал Ой, я победил Майю сегодня Если у вас есть гордыня Гордыня станет причиной вашего падения Итак, Нарадариша продолжал Я победил Майю А вы все мои ученики Это очень легко Вы можете победить Майю Это очень просто Продолжал Нарадариша Итак, Свой Кунхи Он спустился на райские миры И там было прекрасное собрание И там проходила своя имвара И там стояла прекрасная невеста Которая держала гирлянду в своих руках И выбирала себе супруга Она была настолько красива И привлекательна Что Нарадариша привлекся И подумал Вот это моя благая удача Если эта девушка станет моей супругой Я обрету благую удачу И я даже стану бессмертным Так он размышлял Вся слава по всей вселенной Распространится обо мне Насколько прекрасна эта девушка И как я буду удачлив Парвати и Индаране Они являются супругами Шиваджи, Индры и так далее Все они парают А я до сих пор один Так что это очень хорошо Если я буду совершать аскезы Я буду слава Она сможет мне помогать Так размышлял Нарадариша И так он стал дальше думать Кто самая красивая личность Во всей вселенной Это Нарайна И так он отправился к Нарайне И говорит О Прабху Я служил тебе так хорошо И никогда ничего не просил По сей день Пожалуйста Дай мне свой прекрасный облик Свою руку Хари руку Я хочу И я тебе все на день всего лишь возьму И верну тебе назад А кого значение Хари? Хари означает также обезьяна И так Господь дал ему Хари руку И Нарадариша подумал О, теперь я такой красивый И сейчас эта девушка повесит гирлянду на меня И так он стоял в линии И как только девушка Это шла К нему Проходила мимо Она смущалась Морщилась Отворачивала лицо И проходила мимо Харадариша думала Может быть она не разглядела Всю мою красоту И вот так вот Оббегал Впереди стоящих людей И вставал Еще раз в очередь И так когда эта девушка Проходила мимо Вновь мимо него С гирляндой Она отворачивала свое лицо И не желала смотреть на него И потом спустился на рай И эта девушка Делала гирлянду на рай Но она села на его вимон И они улетели И так Нарадариша думал Что-то не так с моим лицом Он отправился в пруд Оглянулся И увидел Что его лицо черной обезьяны И так он разгонялся О правху Ты так предал меня Дал мне такое лицо Черной обезьяны И ты мне разбил Мою привязанность И принял И дал мне эту разлуку С моей прекрасной возлюбленной Поэтому я проклинаю тебя Ты так же будешь разлучен Со своей возлюбленной Однажды И так господь Рамачандра Потом явил эти игры Что ему пришлось расстаться Со своей возлюбленной ситой И так Нарадариша явил Например Что когда приходит гордыня Гордыня разрушает природу Всего Бхакти И так и произошли эти игры Затем Равана похитил Ситу И господь Рамачандра Искал ее И вся эта романа Случилась Только благодаря Проклятию Нарадариши В Бхагвате Мы так же видим Что Такша Праджапати Он Родил Первых Десять тысяч Сыновей И В правилах Того сообщества Отдать детей И в Гуру Кулу И так Дакша Праджапати Отдал своих сыновей На образование Нарадариши И так Нарадариши Обучал их Он говорил Поймите Что такое Материальный мир Если вы будете В этом материальном мире Вы будете связаны Там навечно И вам будет тяжело Выбраться Из путь Материального творения Но если вы будете Все время Медитировать на чакру Что это за чакра Это Кала чакра Вы Смотрите Вы Вам придется Вернуться В свои семьи Вы подрастете Женитесь Родите детей Будете покружены В круговорот И потом В конце концов Наступит смерть Не Не спускайте Свою жизнь Пустую И существует Еще другая чакра Дживан чакра Что такое С вами Говорит Махарад Ситирует Когда вы услышите Харикатху Будете совершать Харибаджан Тогда Эта чакра Не движется Она останавливается Когда мы находимся В материальном мире Мы находимся В клетке Эта клетка Наглохо заперта Из этой клетки Не выбраться Никак Это означает Когда мы заводимся Семьями Обретаем Мужей Жен А затем Обзаводимся Потомством И так далее Этот мир Подобен клетке Из которого Нет выхода Чтобы выбраться И так же Это подобен Глухому Колодцу Материального Существования И Богован Дает лишь Одни наставления Всем Пожалуйста Всегда Помятуй Обо мне Никогда Не забывай Обо мне Такие прекрасные Харикатху Нарадариша Рассказывал Сыновьям Дакши И так же Он рассказал Им про то Как Ганеш Не до конца Понимал Веса Дева Вы не принадлежите Этому миру Если вы будете Воспевать Именно Господа Только так Вы вернетесь Назад домой И к Богу И так Все Сыновья Дакши Праджа Патесали Брамачари Саньяся Даже Господь Наставил Браму Сотворить Этот мир Он Создавал Сперва Брамачари И никто Не хотел Становиться Грехальскими И так Нарадариша Обучал Сыновей Дакши Праджа Праджа Патес Но Я так Дакши Праджа Праджа Патес Увидев Это Подумал Брамачи Подумал Так Я тут Создаю Детей А он Не имеет Даже Дома Обучает Их Отреченности Ну Хорошо Я проклинаю Тебя Ты не сможешь Находиться В одном Месте Долго Только Лишь Время Чтобы Подоить Корову Ты будешь Скитаться Повсюду А Нарадариша Подумал О как Хорошо Теперь Я буду Проповедовать Повсюду И делать Садо В других Местах Тоже Как говорится В этом Стихе Если Любовь Налитую В одну Секунду Разделить На 11 Частей И еще Разделить Ее На 8 Частей Как говорится В этом Стихе Если Мы Находимся В саду Санге Лишь Одно Мгновение Оно Дарует Все Совершенство Великодушина Милостив Нарадариши Сам Шри Шри Читания Махапрабу Он Говорит Кто Такой Нарадариши Нарадариши Желал Желал Помогать В проповеди Шри Читания Махапрабу Поэтому Он Пришел Как Его Спутник Шри Вас Пандит Итак Во всех Лилах Нарадариши Саньяси И Только В этой Лиле Сашри Читания Махапрабу Он Явился Как Грихасха И Он Показывает Например Даже Если Вы Находитесь В Грихасх Ашраме Вы Должны Совершать Хариб Баджан Не Нужно Смотреть Разницей Между Ашрамами Несмотря На То Что Шри Вас Пандит Был Грихасх Он Великий Преданный Он Был Очень Отречен Бхагават Мне Так Сильно Прославляется Преданный Грихасх Не Так Часто И Так Нарадариши Снизошел Как Шри Вас Пандит Грихасх Ашрам Каждый День Шивас Пандит Был Погружен В Баджан Как Поется В этих Стихах Шикришна Чайтанья Прабу Дживидо Я Куре Сва Паршада Свия Тхама Саха Аватари Сам Господь Махапрабу Дарует Так Много Учений В Своих Лилах Он Исходит Со Своими Спутниками Шивас Ангами Махапрабу Совершал Сан Киртана Расу Каждый День Совершал Киртан И Однажды Сын Шивас Пандита Умер И Все Матери В доме Шивас Заплакали Они Плакали Так Громко Что Шивас Пришел К ним И Сказал Он Увидел Что Его Супруга Горько Плачет Он Сказал Эй Прекратите Это Немедленно Наш Сын Умер Сказала Его Супруга Шивас Сказал Ну И Чего Вы Плачете Твой Сын Умер Продолжила Жена Тебе Бог Дал Этого Сына И Бог Забрал Его Назад Чего Ты Плачешь Продолжил Шивас Не Нужно Плакать Однажды Всем Придется Умереть Так Или Нет Хотите Умереть Нет Говорят Преданные Итак Однажды Нам Всем Придется Умереть Итак Бог Совершает Киртан В нашем Доме Слушая Его Киртан Кто-то Оставляет Тело Это Высшее Положение А Вы Тут Горько Плачете Продолжил Шивас Если Будет Препятствие В Лилах Махапрабу В его Киртане Тогда Из-за Вашего Плача Тогда Я Покончу С собой Брошусь Гангу Вы Решитесь Не Только Сына Но И Супруга Еще Итак Выслушав Его Женщины Успокоились И Махапрабу Сэршал Киртан Он Всегда Погружался В Санкиртан Нарасу Но Так Как Махапрабу Все Знающий Он Сказал О Сегодня Я Не Испытываю Счастья В Санкиртан Нарасе И Тогда Преданные Возвии Известили Его Что Сын Шивас Пандита Улер Махапрабу Сказал О Шивас Почему Ты Не Сказал Мне Шивас Сказал О Прабу Рас Ты Присутствуешь В моем Доме Разве Может Быть Лучшее Положение Для Моего Сына Итак Махапраба Сказал О Шивас Ты Думал Лишь О Моем Удовольствии Не Думая Даже О Что Умер Твой Собственный Сын Как же Я Могу Оставить Тебя Я Никогда Не Могу Оставить Шивас И Махапрабу Заплакал У Тебя Был Единственный Сын Который Умер А Ты Думаешь О Мне Теперь Тебе Два Сына Я И Нитя Нанда Прабу Теперь Мы Твои Сынов Я Сказал Махапрабу Каково Учение Здесь Которое Мы Слышим В Этой История Если Вы Хотите Совершать Баджан Какая Боль Не Пришла Вашу Жизнь Даже Если Вам Нечего Будет Есть И Негде Будет Спать Никогда Не Оставляйте Воспевание Святых Имен Продолжайте Совершать Свой Баджан Посмотрите Сын Шриваса Умер Но Шривас Никогда Не Оставлял Свой Баджан Какое Еще Учение Здесь Совершая Баджан Бхагаван Поклоняясь Ему Могут Прийти Трудности Но Никогда Не Оставляйте Баджан Бхагаван Не Оставляйте Своё Сознание Кришны Практику Сознания Кришны Итак Нарадариша Пришел Как Шивас Пандит Чтобы Принять Участие В Лилах Шичтане Махапрабу В эту Калиюгу Итак Махапрабу Продолжал Сын Шриваса Оставил Тело Все Горько Плакали Шивас Сказал О Прабу Ты Совершаешь Шкиртан Это Благая Удача Если Мой Сын Оставил В этот Момент Тело Разве Можно Найти Высшее Положение Для Этого Он Также Сказал Женщина В доме Если Будете Рыдать Я Покончу С С С У Вас Не Будет Ни С С Ни Мужа Шивас Продолжила Прабу Поскольку Ты В Моем Доме Нет Ничего Благоприятного Итак Махапрабу Подошел К телу Мальчика Он Положил Свою Руку К нему На Грудь И Сказал О Мальчик Вставай И Мальчик Пришел Сознание Сказал О Прабу Ты Ты О Прабу Я узнаю Лишь Только Тебя Я Так Удачлив Прабу В том Месте Я Так Счастлив Когда Ты Послал Меня Прабу Там Я Очень Счастлив Продолжал Мальчик Матери Плакали И Услышав Это Слова Матери Успокоились И Были Счастливы Жива Сказал Если Мой Сын Счастлив Там То Какой Смысл Продолжать Ему Эту Жизнь Как Однажды Один Преданный Пришел Ко Мне И Сказал У Них Умер Ребенок Они Перестали Поклоняться Господу Они Выбросили Божество С дома Но Какое Учение Дает Нарада Риши Несмотря На То Что Много Боли И Препятствий Приходят В вашу Жизнь Не Оставляйте Бхакти Этот Материальный Мир Полон Трудностей И Страданий Не Думайте Что Вы Пришли В Лению Бхакти Теперь Ваш Путь Будет Усыпан Цветами Нет Это Путь Для Сильных Личностей Не Будьте Слабами Продолжайте Практиковать Свой Бхакшин И Этот Путь Для Солдат Солдаты На Войне Отстаивают Много Атак С Армией С Другой Стороны Поэтому Нам Необходимо Идти Стоять Стойко И Продолжать Свой Путь Бхакти Несмотря Насколько Мир Отворачивается От вас Если Вас Не Уважают Не Почитают Это Не Проблема Не Бросайте Бхаджан Самая Важная Цель Это Обрести Сознание Кришны Продолжайте Свой Бхаджан Этот Пример Являет Нара Дариши Каждый Лиль Нара Дариши Принимает Участие Нара Дариши Также Мадхоман Гол В Лилах Кришны Он Его Друг Я возьму Еще Две Минуты Жил Был Один Царь Сукант И Рададжи Сказала Суканте Я Отправляюсь Слушать Харикат Хоу Куда Собираются Все Сады Нара Дариши А К К К Неправильной История История Из Ромайны В собраний В собраний В собраний В собраний В собраний Господа Ромачандры Был один царь Был один царь Которого Звали Шакуни И Нара Дариши Явился К Нему И Сказал Ты Не Приноси Поклоны Этому Риши Пусть Они Все Приносят А Ты Не Приноси Но Нара Дариши Сказал И Шакуни Не Принес Свои Поклоны Вишвамитре Потому Что Нара Дариши Наказал И Так Вишвамитр Разгневался И Он Сказал Господа Гармачандрия Ора Посмотри Все Эти Цари Принесли Мне Почтение Поклоны А Этот Злобоумный Человек Не Соизволил Поклониться Мне Вишвамитр Продолжал Он Он Принес Поклоны Мне Господь Рамачандра Сказал Ты Не Принес Пранама Моему Гору Хорошо Завтра На Рассвете Твоя Голова Будет У Лотосных Стоп Вишвамитре Услышав Это Шакуни Шакуни Задрожал Стал Горько Плакать И Думал Зачем Я Послушал Советы Нарадариши Нарадариши Спросил Ты Чего Нос Повесил Рамачандра Сказал Что Завтра Моя Голова Будет Устоп Вишвамитре Он Убьет Меня Завтра На Рассвете Нарадариши Сказал Подумаешь Делов Ну Все В этом Мире Придется Умереть Знаешь Что Ты Прими Проси Помощи У Матери Ханумана Анджави Дэви Приди К ее Стопам И Горько Плачь Она Спросит Тебя Что Случилось А ты Скажи Ты Попроси Ее Чтобы Она Три Раза Пообещала Тебе Что Хануман Поможет И Защит Тебя И Так Он И Поступил Она Позвала Ханумана И Тогда Мать Рассказала Хануману Что Шок 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 Нуждаю Нуждая В помощи Что Завтра Его Завтра Он Будет Убит Горько 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 Хануман Услышав Слово Его Про Пху И Обеспокоился Он Думал Что Мне Теперь Делать Итак В раннем Утром На Рассвете Господь Рама Шок Шок Рама Стоял И Видел что Шакуни стоит за спиной Ханумана. Итак, Рама натянул тетиву и хотел выпустить стрелу в Шакуни, но Хануман встал перед Шакуни и повторял Харинам. И что Харинам делает? Харинам подобно чакре защищает вас. Имя Богована более богущественно, чем сам Богован. Итак, Лакшман разозлился тоже, потому что Прабу выпустил, Прабу хотел убить этого Шакуни, но даже выпустив стрелу ничего не получилось. И тогда Лакшман выпустил стрелу, чтобы Хануман потерял сознание. И в этот момент Господь Рамачандра тоже потерял сознание, потому что Хануман присутствует в сердце Господа Рамачандры. Тогда он сказал Шакуни. И так все задают вопрос, кто более возвышен, Бхагаван или его имя. Итак, имя Господа более могущественно, чем сам Господь. Итак, Рамачандра сказал, давай отправляйся к стопам Вишвамитры, проси у него прощения. Если мы не припадаемся к лотосным стопам Саду, если мы поклоняемся лотосным стопам Саду, то Саду все прощают нам. Итак, Нара Дариши здесь показывает нам славу Святого Имени, насколько славно Святое Имя Господа. И Нара Дариши описывает много славы Шимат Бхагаватам. Не только Бхакти нас приближает к Господу. По милости Нара Дариши мы можем практиковать Бхагават Бхакти лишь по его милости. Поэтому молимся его лотосным стопам, чтобы обрести Бхакти.